Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую вас на своем столярном канале. Тема видео изготовления шашек уличных. Их количество будет немножко больше, чтобы в будущем сюда можно устанавливать шахматные фигуры. Фильм короткий, поэтому будут ответы, которые скопились в последнее время. И немножко поговорим об игре Чапаева. Приятного просмотра. Заготовки для шашек выглядят и имеют такой вид. Друзья, показываю, где были трещины. Залил эпоксидной смолой эти места, чтобы пропиталось. Сверлом форстнера просверлили отверстие глухое на 50. И за вот это отверстие зажимаю в патроне. Я несколько раз рассказываю, очень быстро происходит зажатие, точно. И все-таки этот патрон держит крепко. Здесь поверхность надо выровнять. Просверлить снова на 50, только в ручном режиме. Отмерить диаметр. И немножко сделать углубление и фаску. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот такая красивая получается шашка. Вид сверху. Для того, чтобы шашка повзрослела, стала настоящей большой шашкой, большой дамкой. Надо за вот это ее зажать, перевернуть и внутри выбрать. Пока шашка. Надо изготовить дамку. Переворот и внутри выбирается. Вот так внутри выбирается. Для выборки я использую три резца. Вот такой резец киршин. Самодельная стамеска. Еще один с таким видем. Красивые стружки. Вьются. Тяжелая получилась. Потому что сам материал плотный, тяжелый. И такие получаются заготовки. Еще надо поработать цветом. Половину шашек окрашиваю морилкой. Эбеновое дерево. Два раза покрасил. Начинает высыхать. Какой-то пепельный цвет. В качестве финичного отдела для шашек буду использовать первый слой нейтролак. Второй слой обыкновенный масляный лак. Конечно, после зачистки. Использую растворитель ксилов. Нейтролак густой. Полилизатором не променяю. Боюсь, паутинка будет присутствовать. На одном поле расположены темные. На другом поле расположены светлые. Вот так выглядит готовая столярная работа. Уличные шашки. Выточено шашек больше, чтобы в будущем монтировать сюда шахматные фигуры. Этот фильм занял совсем немножко времени. И хотелось, друзья, ответить на вопросы, которые поступили от фильма «Как заработать в столярке». Этот фильм вызвал очень много откликов, комментариев. Горячо обсуждался. Если кто не видел, друзья, посмотрите на канале. Цель моего фильма была одна. Я хотел рассказать и донести до юных начинающих мастеров одну задачу, одну цель. Чтобы удачно продавать столярные изделия, надо, чтобы оно было авторским, индивидуальным. Если вам тяжело с такими работами, надо привлекать дизайнера, чтобы он вам помог в этом деле. Хобби или коммерция? Было много вопросов. Друзья, если вы в маленькой мастерской сделали какую-то работу, эту работу где-то реализовали на какой-то выставке, на какой-то ярмарке, конечно, это уже небольшая коммерция. Можно и в хоббийной мастерской заниматься коммерцией. В этом фильме был задан вопрос. Этот вопрос сводился любители вы выставки. Совсем очень мало поступило ответов именно на этот вопрос. Очень многие спрашивали, подскажите, как реализовать свою продукцию, где и что делать. Вот, друзья, этот вопрос я не зря задавал. Выставка. На выставку можно приезжать, продавать свои изделия, станки, мебель и прочее. И на выставку можно приезжать, посмотреть, как делают другие. Для этой существует выставка. Друзья, не путайте, пожалуйста, с ярмаркой, где продаются промыслы народного творчества. Выставка – это совсем другое. Если вы будете посещать выставки, друзья, вы познакомитесь с коллегами, которые производят, что-то делают. Возьмете в них телефоны, адреса, может, даже съездите в гости. Если вы решили заняться мебелью, и, к примеру, вы изготавливаете фасады, посмотрите, почем фасады стоят на выставке. На сегодняшний день их большое количество, но, тем не менее, улучшилась отделка. Фасады стали красить белый цвет, стали применять золото. А может, друзья, кому-то захочется чисто дубового, чисто соснового фасада. Дешевенького, простого, но фасада. На выставке можете найти клиентов, кто производит корпусную мебель, познакомиться с ними и предложить свои услуги по изготовлению мебельных фасадов. В каждом поселке, в каждом городе очень много кузнецов, сварщиков, которые изготавливают металлические изделия. Друзья, можно с такими познакомиться специалистами, брать, к примеру, в них недоделанные двери и наружную поверхность делать двери только в половину толстой. Получается, внутри будет бронированная дверь, снаружи будет, к примеру, дубовая дверь толщиной 20 мм. Один из проектов, друзья, очень хороший и интересный. Сужу по своему поселку, где я живу. Очень мало изготавливается ворот, чтобы были комбинированные. Каркас состоял из профильной трубы, а наполнение шло из дерева. Ну, конечно, с завитушками и прочими украшениями. Вот, друзья, три подсказки, которые я вам даю. Мебельные фасады, двери, ворота. Еще несколько вопросов поступило о сушке дерева. Если в вашем регионе хорошие камеры для сушки, хороший специалист и очень ответственно работает, друзья, вам остается только позавидовать. Я напоминал в фильме, и буду еще раз напоминать, для нормальной столярной работы влажность должна быть 6-8%. Я очень быстро ответил на вопросы, которые были заданы в фильме, как заработать в столярке. Еще раз напомню, главная цель моего фильма – это работать с дизайнером, чтобы ваши работы были авторские. Ранее была игра Чапаева. Выставлялись в ряд шашки, били щелчком пальцем, сбивали шашки противника. Мой вопрос будет сводиться к следующему. Друзья, вы посмотрели, как играют мои внуки шашки, как играют Чапаева. Для этого используя деревянные киянки, конечно, получается игра очень плохо. И чтобы полноценно протекала эта игра, надо придумать приспособление. Приспособление – это должно устанавливаться рядом с шашкой и приводить шашку в движение. Бросать, швырять, толкать эту шашку. Удара киянки недостаточно. Хочется, чтобы вы взяли листик бумаги, карандаш и немножко подумали над конструкцией. Какую конструкцию можно изобрести, придумать, чтобы выполнить данную задачу. Если у вас конструкция получится удачно, присылайте мне на почту фотографии, письма. Пишите в комментариях, если у вас хорошо получится объяснить. До новых встреч! Всем доброго! С уважением! Владимир Иванович!